Продолжаем наши невероятные обмены трейдов, продажи с нулевого кота до Титаник. Посмотрите, докуда мы смогли дойти. Что? Точно, в прошлой серии я не смог показать, за сколько продался мой последний хук. Кто заходил в Телеграм, тот знает все подробности. Если вкратце, то это задержало выход серии. Мне пришлось очень долго восстанавливать файл. А это дело не из простых. К тому же файл еще получился на 87 гигабайт, что значительно замедляло процесс. Но главное, у меня получилось это сделать, и вы сейчас увидите стоимость продажи. Мерсия программы бесплатная, потому такое качество. И на этом хуе у меня получилось заработать рекордные 5 миллионов. Это нереально много, поэтому я пытался достать запись. Потому что купить хуга за 8 миллионов, а продать за 13 миллионов не каждый сможет. И поэтому я хочу, чтобы у вас даже не было сомнения в том, что такое возможно. Но самое невероятное в том, что вы можете хуга вообще получить бесплатно. Ведь в моем конкурсе Телеграм самые простые условия. Подписаться и нажать кнопку участвую. И хук привидения, вот этот самый, может стать твоим. Кстати, есть еще одна новость. Я закрыл доступ к вип-мерчу, и теперь вы не сможете его купить. Но остался праздничный мерч. Он доступен до 31 января. Так что успеем еще поиграть вместе. Но почему так? Почему закрыл? А все дело в том, что на канале вы теперь можете стать спонсором. А всех спонсоров я добавляю в друзья. Мы сможем играть вместе, и может быть вы попадете ко мне в видео. Ну а если же у тебя остались какие-то сомнения, что это нереально столько заработать с одного хуга, то я их разобью в пух и прах в этой серии. И если вам показалось, что это как-то слишком много, я заработал с продажи хуга, да еще и эти странные моменты записи, то досмотри эту серию до конца, и ты удивишься, насколько легко. И просто зарабатывать на продаже хугов сейчас. Главное понимать, какого хуга купить, чтобы продать дороже. И сейчас я тебя этому научу. Самое сложное в этом процессе, это найти редкого хуга, ну и при том, чтобы он заинтересовал покупателя. Прошлый хуг был интересен тем, что у него экзист 750, а это очень мало, а значит хуг просто ну не может стоить так дешево. И тут важно понимать баланс. Но что могу сказать точно? Это то, что вашего хуга обязательно смогут купить, если будут знать, что заработать на нем еще больше. Вот, например, ты же покупил хэппирог за миллион, если бы знал, что сможешь продать его за 7 миллионов. И сейчас, пока есть эта возможность, я покажу, как находить таких хугов и зарабатывать с них нереальные алмазы. Я долго думал, на каких хугов можно было бы сделать кучу гемов. Я рассмотрел множество вариантов. Да, мне понравилась сделка с последним хугом, Чирфу Йети, и это было очень показательно, что зарядки хугов многие готовы чутка переплатить, не обращая внимания на цену разработчиков. И моя идея основывается на том, чтобы найти хуга более-менее редкого, чтобы у него был экзист не такой большой и уинтересовал покупателя. Поэтому начинаем охоту за мелким экзистом. И я решил попробовать поискать хугов в Шайне. Они значительно домашнее обычных хугов и выглядят поинтереснее. И первым мне попался хуг Истер Доминус с большеватым экзистом. Но хуг Шайне все равно считается редким, поэтому попробую его купить. Посмотрим, за сколько получится продать. Сильно больших надежд на него нет, поэтому даже полмиллиона будет неплохой суммой для нашего банка. Цена его 12,5 миллионов, при том, что цена разработчика 12 миллионов 700. То есть мы при любом исходе останемся в плюс, если же, конечно, цена не резко не упадет вниз. Банки остается немного, но мне, чтобы кучу гемов сделать, даже достаточно 9 тысяч алмазов. Мне попалось в лавке две удочки по цене 4,5 тысячи каждая, при том, что на ней цена 190 тысяч от разработчика. И это очень приятный бонус для нашего банка, потому что их купили гораздо быстрее, чем хуг Истер Доминус. И они вот так просто пополнили наш банк на почти 400 тысяч. Но так как хугая пытался продать по завышенной цене, и в итоге решил, что, наверное, его не купят по такой цене, и пришлось ее немножечко снизить. И спустя некоторое время мы видим, что моя теория работает. Мне даже не нужно было искать покупателя, делать лишние движения. Вот так вот просто купил, продал и заработал 2,5 миллиона. И вы думаете, это предел? Нет, я собираюсь сделать гораздо больше. А пока, между делом, продолжим зарабатывать. Та же схема, те же хуги. Я еще в Шайне обычный, и в этот раз мне попался интересный экземпляр. Слайм хуг с меньшим экзистом, чем у Истер Доминуса. Но при том, по цене почему-то дешевле. Вообще, по идее, экзист очень сильно влияет на цену, поэтому рекомендую на него обращать особое внимание. Потому что игра новая, и если вы видите хуг с экзистом 10 тысяч, а цена как у Титаник, то что-то здесь не чисто. Но мы действуем от обратного. Мы ищем меньший экзист по хорошим ценам. Ведь не все цены в игре еще образовались. Поэтому я тоже купил этого слайм-шайд за 12 миллионов. С экзистом меньше тысячи. И я понял, что я не один знаю, что хугов с меньшим экзистом можно продавать дороже. Что они пользуются спросом. И что на них можно сделать хорошее количество алмазов. И именно поэтому я решил сделать, чтобы покупатели обращали на это особое внимание. Ведь в эту игру играет большое количество человек. И возможно не все такие внимательные и не сразу видят этот экзист. Но как нам это сделать? Да все элементарно, просто. Берем штуку для смены имени и пишем дополнительно, акцентируя внимание на экзист в имя. И еще напишу там побольше восклицательных знаков, чтобы точно заметили. И это работает. Слайм я продал за 13 миллионов. Вот так вот. И сложным образом делаем миллион. И теперь мы имеем прилично хороший банк, который наверняка тоже можно потратить на что-то интересное, а может и супер редкое. И я нашел хуга с экзистом меньше 500. Вау, это очень хороший экзист. Чтобы вы понимали, насколько это хороший экзист, некоторые титаники имеют такое значение. И вообще я точно уверен, что такие хуги в будущем будут стоить гораздо дороже, но у нас нет времени столько их держать. И поэтому нам подойдет выгода даже в миллион. Или несколько миллионов. Да даже супа в 500 тысяч все равно считается неплохой. В общем, я совсем не переживаю и рискую трачу весь наш банк на этого хуга. Далее по тому же принципу я его продам, не забыв указать ему имя. А продать у меня его получилось, а можно сказать 20 миллионов. И это снова очень крутой профит. Ведь совсем недавно мы считали каждую копейку и пытались там из каких-то книжек выцепить 100 тысяч, а сейчас уже зарабатываем миллионами. Но это еще не предел. То, что будет в конце, это просто побьет все рекорды. Далее мне попался эльф с еще меньшим экзистом за 15 миллионов. И, конечно же, я его купил. Еще я хочу с вами поделиться маленьким секретом о том, как у меня получается их продавать дороже. Все дело в том, что я часто меняю плазы. И иногда это бывает плазы, в которых продают титаников или других дорогих пэтов. И там бывает выкупают по хорошим ценам, но не всегда. В общем, тут все равно есть небольшой фактор везения. Но если долго не покупают, я, как правило, просто ухожу в другую плазу. И этот эльф приносит на авбанк крупную сумму 18 миллионов. Вау, это что-то невероятное. До покупки Хога Чирфул Йети, которого я показывал вам в самом начале, у меня было меньше 10 миллионов. А сейчас мы уже подходим к отметке в 25 миллионов. Хочется побыстрее как-то добраться до этой суммы, поэтому я нашел еще Истер Доминуса. Их продают часто, а продавать можно чуть дороже. И посмотрите, совсем недавно цена его была от разработчиков 12 миллионов, а уже сейчас превышает 14,5 миллионов. Кажется, мы с вами ориентируемся быстрее цены разработчиков. Это то, как раз про что я вам и говорил. Но в будущем цены будут все равно только выше. Но раз цена так поднялась сейчас, я думаю, если мы его купим по такой цене, то не сможем сильно выгодно продать. Но даже 500 тысяч нам будет этого достаточно. Поэтому не завышая сильно цену, немного подождав, я продал этого Хога практически за 15 миллионов. И я пошел снова искать этого Доминуса. Ведь гораздо лучше за час делать 10 продаж по 500 тысяч, чем стоять целый день и заработать миллион. И когда я в очередной раз нашел Истер Доминуса, конечно, сразу бросается в глаза то, что он стоит 13 миллионов 900 тысяч. И я смогу с легкостью сделать на нем более миллионов. Но погодите-ка, я обращу внимание, что рядом есть еще Хог. Попугай-пират. Он вроде такой неприметный, но его экзист всего лишь 138. Что? Вот это удача. Я искал золото, а нашел бриллиант. Притом цена разработчика 21 миллион 700 тысяч. Но что-то мне подсказывает, что разработчик немного ошибается. У нас хватает банка для покупки этого Хога, потому я не думаю, его приобретаем. Ведь это Шани и попробую продать его за 50 миллионов. Но не может Хог с таким экзистом так стоить. Вот прямо сейчас разработчик, если укажет цену 50 миллионов, то он легко сможет продаться по такой цене. Конечно, предварительно я дам ему имя, что это редкий экзист, и постараюсь продать его за кругленькую сумму. Если хорошо подумать, то такой Хог должен стоить где-то 50-60 миллионов. И в будущем его однозначно ждет такая стоимость. Но я смотрю, в реале за такую стоимость его купят лишь единицы. Поэтому я решил сильно не завышать стоимость и выставил его за 30 миллионов. 30 миллионов купят или нет? Я этого не знаю, но я знаю, что надо как минимум попробовать. Прождав большое количество времени, простояв в плазе как минимум несколько часов, это случилось. Его кто-то купил за нереальные 30 миллионов. Что? 9 миллионов профита? Я за одну сделку заработал почти 2 Хога. Нереальная сделка века. Наш банк не то что 20 миллионов перепрыгнул, мы перепрыгнули отметку в 32 миллиона. Это отличный толчок для нашей цели. Такими темпами мы совсем скоро дойдем до Титаника. Я верю, что у нас получится. Не забывай про конкурс на бесплатного Хога в Телеграме. Ну а с тобой был Покопа. Всем спасибо, всем пока.